Уважаемые аграрные жители России, дорогие друзья, вот и заканчивается 2021 год. Еженедельно мы знакомили вас с обзором главных аграрных новостей и сегодня, пожалуй, пришло время поговорить о результатах. В этом году мы увидели рекордные цены на сельхозпродукцию, кое-где рекордную урожайность, очень неплохой сбор зерновых и очень высокий сбор масличных. Но в то же время в нашей стране усилилось государственное регулирование, подорожали средства производства и у растеневодов, и у животноводов. Тем не менее, многие из вас продолжили инвестировать в развитие хозяйств, и мы желаем, чтобы это развитие не останавливалось и в 2022 году. В середине декабря наш издательский дом при поддержке компании «Лилиани», которая производит передовую технику для оптимизации зерновой логистики, провел большое заседание, где мы подводили итоги года. Полную видеозапись этого мероприятия вы увидите после праздников. А пока мы хотим поделиться ответами, которые давали нам сельхозпроизводители на вопрос, как прошел этот год для них и с каким настроением они встречают 2022-й. Да, 2021 год очень успешный. Мы впервые за 20 лет получили хороший урожай в пределах 60-55 центнеров. Для нашего региона это очень высокая планка. Новый год идете с каким настроением? Настроение, конечно, нам омрачает пошлину. Пошлина. Очень высокая пошлина. Сегодня она уже более 85 долларов. Мы теряем огромное деньги. Благодаря этой пошлине, в кавычках, в пределах 40 миллионов рублей я недополучил. Крестьяне очень сильно возмущаются, потому что мы видим огромный рост удобрений, огромный рост ГСМ, запчасти, техника, в разы, все в разы. Поэтому наша прибыль пошатнулась и пошатнется. Почему? Потому что я читаю журнал «Крестьянин» и вижу, что нашу пошлину заложили в бюджет уже 22-го года, 23-го, 24-го. Это не красит наше правительство. Нам необходимо развиваться. Мы последние два года остановились в развитии. Это плохой синдром. Ну, что хотел бы пожелать аграриям, главным фермерских хозяйствам, их коллективам. Прежде всего, конечно, крепкого здоровья, процветания, благополучия, семейных успехов. И самое главное, берегите себя и своих близких. Ну, год был хорошим. Благодаря нашей матушке-природе мы получили хороший урожай. Сами старались сделать все, что от нас зависит. Ну, и как бы природа столица благодарила нас, наше хозяйство. Собрали хороший урожай. Высокопротеиновая пшеница все у нас, 14,5 и выше. Как бы жаловаться на качество зерна не приходится. Ну, единственное, конечно, немножко закупочные цены. Благодаря вот этой экспортной пошлине, они подкачали, подкосили наше хозяйство. Тоже большой финансовый недобор в нашем хозяйстве. Ну, я хотел бы пожелать всем зрителям Агробука, газеты «Крестьянин». Хотел поздравить с наступающим Новым годом, поздравить с годом уходящим, пожелать в Новом году успехов, творческих, хорошего урожая, хорошей погоды, хороших сценаризации. Хотел бы пожелать лично всем здоровья и благополучия им и их семьям. Все самого наилучшего. Ну, а мы, крестьяне, будем стараться работать дальше. У нас, как бы, такая жизнь, такая судьба. Мы живем, находимся в деревне. Хотел бы пожелать хороших урожаев, быть более технологичными, быть более современными, развивать и аграрное производство, стараться быть более, как бы, современными, шагать в ногу с наукой, с техникой. Хотел сказать и отметить, что в нашем хозяйстве занимаемся мы семеноводством Краснодарской сортовой зимой пшеницы. На следующий год у нас выходит, прошли госрегистрацию и выходят в широкую продажу. Надеемся, что мы сможем это дело все сертифицировать и предложить нашим покупателям новейшие сорта Краснодарской стелекции, очень высокоурожайные, зимостойкие. Это школа и мане. Сорта полукарлики на сегодняшний день одни из самых высокоурожайных, сильных пшениц. Я надеюсь, что мы сможем предложить эти хорошие новые сорта нашим постоянным покупателям, клиентам. Ну и вообще всем хорошего урожая, все самого наилучшего. С наступающим Новым годом! Этот год, ну сказать, успешный, да, конечно. Составляющие, ну ждали, ожидания были настолько тяжелые и страхи были велики. Потом подкрепилось, вроде бы, позитив очень был большой, апрельские, майские дожди. Но дело в том, что по пшенице они сработали, а по подсолнечнику засуха пришла и немножко хуже. В общем, год был удачный и среднестатистический по сравнению с остальными годами. С каким настроением следующий год вы поступаете? Осень, половина озимых развития получила хорошее за счет того, что находилась влага в почве в нашей зоне. Вторую половину позднее развития, это по припашке мы как бы внедряем, расширяем клин озимых культур и ожидаем активного развития второй половины. Первое, слава Богу, все хорошо. Что пожелаете вашим коллегам, которые трудятся на земле? Ну, как всегда говорили, дай Бог, чтобы следующий год был не хуже этого. Оптимизма в первую очередь. И чтобы были урожаи, хотя бы достойная ценовая политика, чтобы нас сильно не обижала. И всего доброго. Настроение зависит от результатов прожитого и проделанного работы и полученного от этого эффекта. Ну, нельзя сказать, что оно упадочное, оно оптимистичное. Значит, планы грандиозные. Трудности больше стало, трудности увеличились в связи с таким перекосом цен. Но, тем не менее, я хотел вот сейчас сказать и выразить большую благодарность и поднять тост вот за ту площадку, за тех людей, даже больше, за крестьянина, то, что вот трудно себе представить, если бы крестьянина не было. Кто бы собирал вот такие площадки? Кто бы позволил с кем общаться и обмениваться опытом? Вот острая сегодня была дискуссия. Но, тем не менее, хоть какие-то там цели, читая между строк или слушая, что можно, хоть какие-то ориентиры есть. Людям я желаю здоровья, успехов, доходов, и чтобы их радовали их дети, внуки. И, чтобы все-таки то, что не хватает, чтобы люди были счастливы. Только счастливый человек долго живет. Спасибо. Ну, что сказать. Прошлый год был довольно-таки успешным, удачным. Вы знаете, урожай был хороший. Бога нельзя греневить. Все было хорошо. Ну, немножко, конечно, настроение нам почвенные вот эти подпортили. Ну, сказать, что все плохо, нельзя сказать. Вы знаете, мы все равно надеемся, что все стабилизируется, все нормализуется. И в будущий год мы смотрим с оптимизмом. Хочется, чтобы все люди шли уверенно вперед, работали, трудились. Я думаю, все будет хорошо. Главное, чтобы пандемия нас не затронула, чтобы никто не болел. Все семьи были живы, здоровы. Всем высоких урожаев, хороших доходов и уверенности в завтрашнем дне. Дай Бог, чтобы правительство обратило наше внимание, чтобы на всех вот таких вот площадках информационных обязательно вырабатывались какие-то решения, чтобы они доносились к нашему правительству, к нашему начальству. Нас как бы упрекают, что мы вот сельхозники, мы молчим, ничего не говорим. Да, собственно, нам некогда. Мы работаем, работаем, работаем. Ну, так нам некогда просто. Так оно уже пошло. Когда крестьяне начинают выступать, это уже получается бунт. Но не бунтуем мы. Мы работаем, трудимся на благо. Ну, я желаю всем, чтобы все было хорошо. В будущем году здоровья, благополучия, всех благ. Чтобы урожай был высокий, хорошая цена на реализацию, чтобы все были довольны и все складывалось хорошо. Я думаю, что селяне всегда находили возможность выживать и добиваться высоких показателей. Поэтому вот то, что складывается сейчас, и селяне, конечно, переживают за все эти моменты, я думаю, что они найдут возможность, во-первых, в изменении структуры посевных площадей, увеличение нишевых культур, которые более ценятся на рынке. И надеюсь, что правительство, понимая важную роль агропромышленного комплекса, все-таки найдет возможность в большей степени поддержать наше сельское хозяйство. С Новым годом всех! Пожелания здоровья, в первую очередь, в нашей ситуации, которая складывается. Ну и пожелания, конечно, не только высоких урожаев, но и высоких, конечно, финансовых результатов. Я думаю, что он был успешный для всех тех, кто работали. Это был все-таки год возможностей, потому что были сложности и с экспортной почвенной, сложности были с ценой на наши основные средства производства. Но, с другой стороны, наконец-то наш замечательный склад, который мы строили, запустили, приобрели комбайн, буквально нам вчера он приехал. Поэтому с этих позиций он, конечно, хороший. Большая часть продукции на данный момент у нас лежит на складах, поэтому я думаю, что есть на что смотреть и с чем работать в будущем году. С каким настроением вступать? Следующий год мы вступаем в, знаете, вот такой у нас открытая душа, открытые глаза, и, вы знаете, наверное, все-таки с хорошим. Почему? Потому что очень много будет изменений, потому что вводятся и квоты на экспорт продукции, но главное то, что это будет, опять же, год большой работы. То есть отстаивание наших интересов именно как аграриев и по экспортной почвине, потому что мировая цена очень сильно растет, и по, наверное, все-таки удобрениям мы продолжим работу, потому что вот в этом году уже определенные результаты есть, но, опять же, производители сказали, что это только до мая месяца, а нам уже нужно будет смотреть, как мы будем проводить посевную кампанию, по какой цене мы будем покупать основные удобрения. Чего бы вы хотели пожелать прежде всего вашим коллегам, которые трудятся на земле? Вы знаете, обычно там все желают доходов, урожаев, больших погод или еще чего-то. Я бы всем хотел пожелать, наверное, трезвого взгляда на все происходящее, о том, что любую, даже самую сложную ситуацию, ее можно направить все-таки себе во благо. То есть уйти от каких-то традиционных методов ведения хозяйства, посмотреть на какие-то новые культуры, возможно, даже на новое направление. Почему? Потому что у нас много товарищей, которые поуходили в садоводство и в овощи. С одной стороны это интересное направление, а с другой стороны это совершенно другие доходы. Поэтому у нас очень много возможностей на самом деле. Не надо зацикливаться на том, что было выгодно вчера или позавчера. В целом год, скажем так, среднестатистический. Поэтому и жаловаться грех, ну и того, что хотели, не совсем получили. Поэтому будем радоваться тому, что есть и будем двигаться дальше. 2022 год. С каким настроением начнете? Может, планы какие-то есть? Не, ну, планов, как всегда, много. Поэтому год начинаем, в принципе, позитивно. Надеемся, что задуманное сбудется. Будем двигаться дальше, будем развиваться дальше, будем вкладывать в производство. Ну и добиваться оптимальных результатов. Пожелания есть, коллега? Пожелания. Да, всегда пожелания есть. Здоровья, прежде всего. Да. Крепкого всем. Сельхозпроизводителям и просто всем нам, потребителям нашей продукции. Потому что мы производим здоровую продукцию и хотели бы, чтобы люди были все здоровы, потому что мы для этого работаем. Поэтому всех с наступающим Новым годом. Счастья, здоровья, успехов личных и всего самого хорошего. Ну, что касается производства, не нужно сидеть на месте, не нужно плакаться, не нужно киснуть, нужно развиваться, читать, смотреть, ездить и внедрять в себя самое лучшее. Будьте здоровы все. С Новым годом. Компании «Биара-сервис» и компании «Биановатик» этот год был довольно продуктивный. В том плане, что мы смогли ряду сельхозпроизводителей в их нелегком деле помочь сформировать достойный урожай, защитить его. Потому что, если вы вспомните, весна была очень тяжелая. Но, несмотря на это, все сельхозпроизводители, с которыми мы работали, получили достойный урожай. Потому что компания «Биара-сервис» вовремя смогла поставить им семенной материал, фунгициды, инсектициды, гербициды. И, непосредственно, компания «Биановатик» смогла их сопроводить и также предоставить средства защиты растений биологические и микробиологические удобрения. Следующий вопрос. Желаете на следующий год? Мы желаем, чтобы сельхозпроизводители, наши клиенты и партнеры были более гибкие, смотрели на то, как меняется мир, принимали это и менялись сами. А мы, со своей стороны, в этом сможем помочь. Это адекватными ценами на продукцию и своевременным агрономическим сопровождением и подходом к решениям наших препаратов. Компания «Биара-сервис» поздравляет всех партнеров, сельхозпроизводителей с наступающим Новым Годом. Мы желаем всем хороших урожаев, здоровья и счастья. Всем всего самого наилучшего. Уважаемые аграрии, в преддверии новогодних праздников от лица компании «Алмаз-Сельмаш» желаю, чтобы все хорошее, что случилось в уходящем году, осталось с вами навсегда. Здоровья, удачи и благополучия вам и вашим близким. Пусть наступающий год будет для вас временем уверенного развития и стабильности. С наступающим Новым Годом! Мы надеемся, что каждый из вас сможет вспомнить те прекрасные, светлые, счастливые моменты, которые принес 2021-й. Пусть в следующем году их станет больше. Спасибо, что все это время вы были с нами. От имени всех, кто вложил свою душу в канал Агробук. С Новым Годом! 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 Субтитры подогнал «Симон»